Джоли в молодости Джоли в молодости. Именно так многие отзываются о жене игрока локомотива Дмитрия Тарасова, увидев ее впервые. Возможно, Анастасии Костенко повезло с внешними данными, но чувство стиля модели оставляет желать лучшего. Костенко, выросшая в провинциальном сальске в многодетной семье, всегда старалась выглядеть модно. Ее гардероб пестрил недорогой, но вполне сносной одеждой, которую она не умела комбинировать. Порой казалось, что Костенко стремилась надеть на себя все самое лучшее сразу, создавая тем самым образ недалекой девушки. К примеру, легкое платье грязно-розового цвета, белый кардиган она дополняла крупными ядовитыми зелеными украшениями и острым поясом. После того, как Анастасия заняла призовое место на конкурсе Мисс Россия, безрезультатно выступила на Мисс Мира в Лондоне. Она стала активно строить карьеру модели, и без того стройная Костенко начала худеть, причем не самым здоровым образом. «В Китае я впервые в последний раз сидела на жесткой диете», – делилась она. «Там из тебя выжимают по максимуму. Ты далеко от дома, очень много работаешь, а еще тебе все время приносят фосфуд и жареную китайскую еду». В итоге я набрала вес, но похудение мне дали неделю. Худела на воде, дурная была. В разгар карьеры Костенко заметно поменялась внешне, ставила венера, сделавшая ее улыбку идеально, заметно постройнела. Многие, сравнивая прошлые и нынешние фотомодели, считают, что она прибегла к пластике, якобы увеличила голову и поменяла форму носа. Анастасия опровергает подобные данные, уверяя, что идеальными чертами лица обязана мама и папа. Единственное, с годами у Костенко исчезли щеки, появились аристократические скулы, которые приветствуются в фэшн мире. И если со временем Костенко избавилась от бровей ниточек и привычки ярко краситься, то одеваться прилично она так и не научилась. Удачно выйдя замуж за футболиста Дмитрия Тарасов и имея возможность покупать брендовую одежду, Анастасия продолжает удивлять публику нелепыми нарядами. Сильпо, колхоз. Пожалуй, самое безобидное, что раздается в адрес модели. В ожидании дочери Анастасия всеми силами старалась выглядеть стильно, избегая мешковатых нарядов. Часто старания будущей мамы пропадали даром. Мало кто оценил беременные образы модели. Так, на одно из мероприятий Анастасия выбрала алое платье фасона Бэби Дол, цветочным орнаментом от Луи Витон, за 227 тысяч рублей. Но даже в нем она умудрилась выглядеть смешно. Нежный образ барышни-крестьянки Костенко дополнила тяжелыми черными туфлями на высоких каблуках и клачем серого цвета. Прочитав неодобрительные комментарии в свой адрес, модель ответила хейтерам. Опять забыла посоветоваться с незнакомыми людьми, как мне лучше поступить и жить, отметила она. Все больше и больше эта фраза становится актуальной. Ребята, согласитесь, но вряд ли вы подходите к незнакомым людям и раздаете ненужные советы. К выписке из элитного роддома Анастасия подошла со всей ответственностью. Подобрала ей от нее образ. Белое платье с оляпистыми рисунками и открытыми плечами. Она дополнила босоножками на платформе в тон наряду. От глаз пользователи сети не ускользнули торчащие из-под наряда лямки. Пользователи сети посчитали, что они от бюстгальтера для кормящих мам. Снова модный провал. Сотни недоброжелательных ответов. Единственное, что вызвало восторг, это стройную фигуру Анастасии, глядя на которую, с трудом можно было сказать, что роды прошли пару дней назад.